В Казанском федеральном университете проходит научно-популярный проект Геофест. Мероприятие посвящено экологии, природопользованию, географии и окружающему нас миру. Посетители мероприятия смогли прослушать лекции от ученых, преподавателей вуза и специалистов русского географического общества, участвовать в полезных мастер-классах, интерактивах и викторинах, а также ознакомиться с Институтом геологии и всегазовых технологий Казанского федерального университета. Геофест проходил во втором высотном здании университета, занимая два этажа и территорию перед учреждением. Мероприятие традиционно началось с торжественных речепредставителей научной сферы Республики Татарстан и руководства Казанского университета. Сегодня вы немножечко больше узнаете о том, что в планете, о том, что земля, которая сегодня населяется вами. И мы очень надеемся, что вы ее не будете портить. Геофест разворачивался одновременно на нескольких площадках. В мраморном зале гости могли поучаствовать в интерактиве на экологической ширме, мастер-классе по геоинформационной системе, разгадать геодезический кроссворд, посмотреть на нефть под микроскопом и сравнить фотографии, сделанные с помощью спутника и коптера. На втором же этаже разместились фото-выставка «Самая красивая страна» и интерактив по изучению излучения от мобильного телефона. Сегодня здесь участвует большая группа геологов, камни, минералы, окаменелость разнообразная. Это и туристы, и там рядом с туристами наши ребята показывают, как строить палатку, как разжечь костер, как приготовить быстро еду, как защититься от всяких там диких животных. Вот это все можно узнать сегодня. Также в целях информирования и ознакомления с наукой о земле посетителям было предложено прослушать лекции от ведущих специалистов в области естественных наук. Эксперты рассказали о пространственных преобразованиях городов, показали снимки с орбит, поведали об особенностях работы геоинформационных систем, рассказали об уникальных находках прошлого и современных географических исследованиях. В перерывах была проведена игра, которая состояла из пяти этапов. Все они были ориентированы на ознакомление с Республикой Татарстан. Также участникам форума показали космические снимки планеты, рассказали, что именно с помощью дистанционного зондирования мы можем посмотреть, как выглядят планеты, спутники и рассмотреть мелкие детали в космосе. На данный момент это очень востребованная сфера, которую интересуют многих абитуриентов. Современный мир полностью информатизированный, глобальный мир. И, конечно, мы должны понимать, как такие глобальные системы, как геоинформационные системы в частности, на нас воздействуют, и какую пользу мы должны из них или можем из них извлечь. Задача моей лекции была показать аудитории, насколько геоинформационные системы вообще применяются широко в нашей жизни, и как мы сейчас от них зависим. Геофест разворачивался и вне учебного здания. На площадке перед вторым высотным корпусом КФУ прошли мастер-классы по вязанию узлов, определению минералов и интерактив полевая геологическая стоянка. Геофест в первую очередь ориентирован на школьников и молодежь, будущих и нынешних абитуриентов, которые только определяются с выбором профессии. Наша школа является базовой площадкой Казанского федерального университета по изучению геологии. Мы участвуем в различных олимпиадах, в Республиканской полевой олимпиаде, в Российской олимпиаде, ходим в экспедиции. У нас на базе нашей школы есть свой клуб «Наутилус». Мы, будущие геологи, скорее всего, собираемся поступать в Казанский федеральный университет. Площадки научно-популярного проекта Геофест работали до позднего вечера. Это и позволило каждому желающему поучаствовать во всех мероприятиях. Карина Саяхова, Алина Красильникова, Арина Галямова, Александр Кузнецов, Фарид Захитуглы, Универньюз.